Приветствую вас, уважаемый клиент, вас зовут Назва, как ты понимаешь, что это девушка. Давайте расперем ваш вопрос. Вы просите совет о том, как жить осознанно, в кавычках, и как научить себя общаться с людьми, чтобы они тянулись к вам. Понимаете, вот, что странно мне показалось, что, вот, описание вашей проблемы, то, что вы замкнуты, то, что вы вините своих родителей, то, что вы мечтаете от них уехать и прочее. Это как будто бы одна реальность, в которой вы живете. Но, вопрос осознанности, это как будто бы уже другая немного реальность. Реальность несколько иная, в которой вы выглядите совсем по-другому. Не так, как до этого. И это хороший, это хороший запрос. Но это запрос очень глобальный. И по таким запросам нельзя давать советов, как жить осознанно. Потому что, жить осознанно, это некий идеал, к которому человек стремится всю свою жизнь. По сути, психотерапия дана для того, чтобы человек жил осознанно. Но даже не осознанно, а более осознанно. Понимаете? Вряд ли можно говорить о стопроцентной осознанности. Потому что, все-таки остается место эмоциям, чувствам, импульсам, творчеству в конце концов. И эти вещи осознаются не всегда. Да и не всегда их нужно осознавать, на самом деле. Поэтому, я, к сожалению, должен сказать, что здесь не совет вам нужен. В контексте того, как жить осознанно. Здесь вам нужна терапия. Терапия. Потому что осознанность приходит постоянно. Осознанность приходит, проходит как процесс. И этот процесс наиболее раскрывается именно в психотерапии. То есть во взаимодействии с психологом и клиентом. Вот. Что значит осознанность? Да? Вот вы опять же говорите, как мне жить осознанно. Что такое осознанность? Вообще, мне думается, что правильнее было бы сказать, более сознательно жить. Мне кажется, что это было бы более правильно. Потому что осознавать, значит, что-то менять. Осознавать, значит, что-то переделывать. Мы пока, если я правильно вас понимаю, мы пока про переделки чего-либо не говорим. Вот. Мы говорим только исключительно про то, чтобы что-то понимать, да? Осознанность это осознавать. Поэтому осознанность, наверное, все-таки не совсем верна в данном случае. Сознательна, да, верна, осознанность нет. Хотя, безусловно, за сознательностью идёт осознанность, это факт. Вне всякого сомнения. Так что это такое? Что такое жить осознанно? Или сознательно? Это отдавать себе отсчёт в том, что я чувствую. Это отдавать себе отсчёт, я ли это чувствую. Или, может быть, кто-то другой. То есть, сознательность – это история про то, насколько я хорошо понимаю свои переживания. Насколько я хорошо понимаю свои чувства, насколько я хорошо вижу свои эмоции, например. Да? Вот. Вот это про осознанность. Ну, просто, если вы хотите знать. Это про осознанность. Соответственно, наверное, вы понимаете, что прийти к этому, приходить точнее к этому, именно приходить к этому, нужно постепенно. К этому не приходить, а как-то вот быстро. К этому всё-таки приходить именно постепенно. Вот. Я надеюсь, вы, ну, вы относитесь, я надеюсь, к этому, понимаете. Вот. То есть, это, это, это процесс определённый, да, это определённый процесс. И он, этот процесс облабает, ну, скажем так, некой длительностью. Вот. Поэтому, тут вот, эээ, советы, да, именно советов, эээ, советы давать было бы, наверное, всё-таки, всё-таки неправильно. Я, я так считаю. Вот. Понятно. Я надеюсь, о чём идёт речь. Дальше. Как научиться общаться с людьми, чтобы от меня не зарахались, а наоборот тянулись ко мне? Ну, эээ, как научиться общаться с людьми, эээ, здесь, эээ, ситуация в какой-то степени, эээ, простая, а в какой-то степени она не очень, не очень простая. Самый странный. Эээ, чтобы научиться общаться с людьми, да, нужно чётко понимать, чётко понимать, эээ, что вы, например, эээ, готовы, что вы готовы людям дать. То есть, вот, вот, именно, именно так, эээ, что вы готовы дать людям. И готовы ли вы вообще что-то им дать. То есть, если, если у вас, да, если у вас, эээ, что-то, чем вы могли бы, эээ, ну, поделиться. Если у вас, эээ, что-то, чтобы вы могли, вот, ээээ, именно отдать человеку и людям, ну, нескольку, нескольку людям или человеку. Вот. Потому что, если, если, ээээ, у вас, эээ, нет, эээ, ничего, что вы могли бы отдать, то общение будет, конечно, заплуднено. очень сильно, потому что, простите, будет казаться, что вы просто вот в чем-то нуждаетесь, вот, и пытаетесь получить это от людей. Здесь ключевой момент в том, чтобы общаться с людьми не ради общения с людьми, а общаться с людьми для какой-то цели. Желательно, чтобы эта цель была вам важна, и желательно, чтобы вы были искренне в этой цели заинтересованы. Тогда с большей долей вероятности можно сказать, что общение у вас получится именно наиболее свободное и наиболее независимо, вот. Если общение настраивается для того, чтобы люди тянулись, то, к сожалению, хорошего из этого ничего не получится, потому что люди будут чувствовать, что вы нуждаетесь, ну, в них, вот. И ничего хорошего из этого не выйдет. Вот этот момент, я надеюсь, вы поймете для себя, потому что это очень важный момент. Дальше. Мне 20 лет, пишите вы, живу с родителями, учился в университете. Никак не могу наладить отношения со сверстниками, чувствую, что я на отдалении от них как будто вечно отстаю. Ну, а как справедливо здесь заметил мой коллега, вы сразу сравниваете себя здесь с другими людьми, вот. Ну, то есть, именно идет сравнение, что вы отстаете. Вот. Это, конечно, очень важный момент, почему вы сравниваете себя с другими людьми? То есть, откуда у вас вот это вот чувство, что вы отстаете, именно, именно вот чувство такое, что вы отстаете. Дальше. Ну, вы говорите, что учитесь. Да, вы говорите, что учитесь. В университете. Вопрос, который вам хочется задать, да, вопрос. Он, наверное, звучит, он звучит, наверное, так. Вы учиться, как бы, ну, в университете или налаживать отношения со сверстниками. То есть, что для вас здесь более важно. Понимаете? Если вы, если вы учитесь, если вы учитесь, если вам нравится то, чему вы учитесь в университете, то общение с другими людьми, оно выстраиваться будет само собой. Просто потому, что, извините, это то общее, что вас объединяет. Если у вас есть какие-то интересы, то это тоже самое. Понимаете, да? То есть, вот вопрос налаживания отношений со сверстниками. Вопрос налаживания. Он заключается именно фундаментом. То есть, это именно фундамент, это именно фундамент, на который опирается ваше взаимодействие. То есть, если фундамент есть, если он есть, вот, то ваше общение получается, если его нет, то общение не получается. Вот. Вот, вот, в принципе, такой момент. Такая история здесь. Дальше. Значит, чувствую, будто я на долине, будто я вечно остаюсь. Вводить, новые отношения тебе даются тяжело, когда раз как-будто устал я себя перебарываю в свои замки. То есть, мне просто не дается быть отсюда, как другие, такой же общительный. Ну, а с чего вы решили, что вы должны быть более общительные, да? С чего вы решили, что вы должны быть более открытые? Вообще. Вообще. Ну, вот, серьезно, почему вы так решили? Вы такая вот, какая вы есть. И, да, вы замкнута, вы замкнуты. Это можно подкорректировать, но даже если вашу замкнута, замкнута, замкнута все брать, даже если, то вы не станете, вы не станете прям более общительными, намного, намного более общительными. Вы не станете. В какой-то степени, да. В этом, но нужно думать, что вы станете прям такой же, как другие. То здесь проблема в том, что вы сейчас вы себя заманиваете. Вот, уж вы себя обесцениваете. Вот. И вот именно процесс обесценивания, в первую очередь, нужно осознать. То есть, нужно осознать, как я прихожу к обесцениванию себя. Да, да. Вот. Снова, снова и снова. Как, как я к этому, к этому прихожу? Почему для меня становится возможным, снова, снова и снова обесцениваться на самом себе? Вот. Эммм. Вот, вот, собственно, эммм. Такой момент. Такая история. И, очень важно, вам, эммм, в этом, эммм, разобраться. Для себя. То есть, получается, что вы хотите здесь не, эммм, например, за своей замкнутостью. По работе. А вы хотите именно вот, эммм, чтобы вы были такая же, как другие люди. Ну, это, несколько, ну, не та, конечно, позиция, вот, которая, может вам помочь. Это несколько не та позиция, которая, может, эээ, вам дать, ээ, то, что вы хотите. Потому что замкнутость, что такое замкнутость? Это стихнение, стихнение. Замкнутость есть стыд. А стыд есть обесценивание. Которая, в вашем случае, конечно, идет от родителей. Вот, у нас родители, у вас, такие, достаточно, вот, ну, достаточно, ну, достаточно строгие люди. Вот, и, вам все запрещали, и вы, вот, привыкли к такому, с их стороны, с их стороны, эээ, поведению, не самому, эээ, корректному, да? Вот, в принципе, эээ, понятно. В основном, если понятно. Дальше. Отношений не было, к этому я пока не сбежу. Меня волнует, что я навсегда могу остаться такой странной и замкнутой. Эээ, странность ваша в чем проявляется? Простите. Ну, вот, именно, странность. Мы говорим, если мы говорим, уже, о, эээ, странности. Знаю вас, что, давайте разбираться, что вы считаете, эээ, странным. Вот, но, эээ, то, что вы стеснительны, то, что вы в себе, это мы уже разобрали. Это мы разобрали и не сказали, откуда это. Вот. Ну, давайте разберем теперь, эээ, вот этот момент. А. Соответственно. Тогда. Что у вас странно? С чего вы решили, что вы, что, что вы, эээ, странным? Что на это указывают, что вы странно? То, что вы отличаетесь от других людей, ну, да, это есть, но все люди отличаются друг от друга. И вам нужно, вот, наверное, принять, эээ, здесь, эээ, свое, свое отличие, я так думаю. Это важно, на мой взгляд. Дальше. В школе было хуже, мне сейчас не разрешали общаться с тем, кто не нравится с родителями гулять с друзьями, когда я начал заниматься. Танцами мне это запретили, потому что им не понравился тренер, ведь это был мужчина. Так, ну, здесь, эээ, понятно, родители, эээ, пытаются вас даже не уберечь, а пытаются удержать. Удержать вас рядом с собой, чтобы, ну, чтобы не ушли. В некоторой степени я винил своих родителей в этом, в ограничении меня на всем. А, ну, здесь, эээ, тоже есть момент. Вот. Дело в том, что обвинение есть, эээ, акт перекладывания ответственности. То есть, обвиняют своих родителей в чем-то вы перекладываете ответственность, эээ, себя. Что-то, эээ, ну, это вот родители, родители виноваты. Ээээ, в том, что со мной вот случилось. Ну, это родители виноваты. Это не я, а это вот родители. Это не мой выбор. Это родители. Это родители. И раз они виноваты, раз они виноваты, то я, получается, получается, кто? Я жертву. В таком случае. Если, вот, если, они, если они виноваты, да, то я, я жертву. В таком случае. Ну, это, достаточно, серьезная проблема, как мне видится. Потому что вы, как я и сказал, перекладываете ответственность с себя на, ну, на родителей. Вот. А вам это, эээ, ну, вам это ничего не дает, на самом деле. Кроме, кроме негатива. И, наверное, самое главное, что даже проблем, проблем, в общем, это не решает. От слова совсем. Сколько себя помню, самой большой моей мечтой является съехать от них на конец, жить самое по себе, не зависимо от подобных им. Ну, да, здесь у вас, эээ, чувствуется, эээ, какая-то агрессия даже на своих родителей. Обида. Вот. Нужно понимать, что, эээ, съехать от них, эээ, не решит, вашу проблему. Потому что она находится в вас, она не находится в родителях. И, по сути, то, что вы хотите сделать, да, это вы хотите убежать. Вы хотите просто убежать от проблем. Вот. Ну, вы думаете, что, если вы съедите, то все сразу решится. И вы станете свободой. Нет, не станете свободной, потому что, а нет свободы, она, повторюсь, еще раз у вас в голове. Она не в, эээ, родителях. Дальше. Они спрашивают разрешение на каждый шаг, не отчитываются, если делают что-то, о чем они не знают. Понимаете, вам, эээ, и сейчас никто не мешает, эээ, жить свободно. Да, родители будут недовольны. Они будут недовольны, они будут на вас давить, возможно. Но, давить будут всегда не родители, кто-то, кто-то, кто-то другой будет давить. И, тонкость, эээ, вся в том, тонкость вся в том, эээ, что вы воспринимаете для себя это крайне болезненно. Понимаете? Именно вы воспринимаете болезнь на то, что кто-то на вас давит. И, вот, вопрос заключается, как раз, эээ, в том, почему вы воспринимаете это именно так? Почему вами это воспринимаете, ну, почему, почему, почему вами, да, воспринимается это именно так? Почему вами воспринимается так, эээ, вот, нега, ну, так, нега, так нега, негативно? А, эээ, то, что, вот, собственно, родители, там, к вам, так вот, ну, ну, как-то пристально, да, пристально, эээ, относятся пристально, смотрят на вас и прочее, вот. Вот в этом основная цель проблемы. И она, естественно, она не уйдет, эээ, если вы, эээ, ну, едете куда-то, да, если вы перестанете взаимодействовать, эээ, с родителями и прочее. Ну, проблема просто переедет, там, буквально голову еще, а сейчас у вас в голове, в голове уже, вот. А вы еще, вы еще глубже туда уйдет. Так, эээ, мне удалось, ээ, выговориться, если это можно так назвать, нет, мы не выговорились от лишнего, а сейчас выговориться вам нужно на терапии. Я была бы рада получить совет, как научиться жить, эээ, особенно, как научиться общаться с людьми, чтобы от меня не шарахались, наоборот, тянулись ко мне. Эээ, для чего вам, эээ, чтобы к вам тянулись, вот зачем? Ну, вот, эээ, собственно, эээ, давай тогда доберем этот момент. Почему я хочу, эээ, чтобы ко мне тянулись, вот. Почему я хочу, эээ, почему для меня это так важно, чтобы ко мне тянулись, вот. Вот на этот вопрос, мне окажется, вам нужно ответить, ответить, себя. Потому что общаться с людьми, эээ, если вы хотите общаться с людьми, общаться с людьми нужно максимально независимо. Максимально независимо. А этого вы, вот, к сожалению, к сожалению, вы этого не делаете. То есть, ну, ну, то есть, вы не, вы не общаетесь, не общаетесь, эээ, независимо с людьми. Вы не можете общаться с людьми независимо. На данный момент у вас нет таких ресурсов, потому что вы, эээ, через людей пытаетесь решить некие свои проблемы. Например, проблемы неуверенности в себе. Например, эээ, если, если, эээ, допустим, эээ, люди, эээ, к вам бы тянулись, да, то вы, эээ, чувствовали бы себя лучше. Понимаете? Вот в этом и есть, эээ, собственно, проблема. Она именно в этом. Понимаете? Это неприятно. Конечно же. Но, но, тем не менее. Такой момент. Молодец. А вот, на этом все. А я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Чтобы вы не сможете какую еруOldаrai authorizationuits по локowю? На св Generally медленности мне услышrence косу?